Всем привет! Концепт Sony Vision S представленный японской компанией на шоу TS в Лас-Вегасе закономерно вызвал подозрение, что гигант электроники прощупывает почву для запуска на рынок собственного автомобильного бренда. И сейчас мы с вами ознакомимся с некоторыми характеристиками этого электромобиля. Sony заявляет, что автопилот Vision S может парковаться и брать на себя управление ускорением, торможением и рулевым управлением, но водитель все равно должен обращать внимание и может взять на себя полный контроль в любой момент. В ближайшие годы автономные возможности автомобиля будут постоянно улучшаться за счет ряда обновлений программного обеспечения. Передние датчики Vision S могут отслеживать дорогу впереди на расстоянии 300 метров, а задние датчики автомобиля постоянно сканируют на расстоянии до 150 метров позади автомобиля. Передние и задние бамперы также оснащены системой LiDAR, которая, по словам Sony, может обеспечить ранее и точное распознавание объектов, даже в условиях плохой видимости, таких как сильный туман. Помимо мониторинга окружающего движения, Vision S также имеет ряд датчиков салона, которые отслеживают уровень концентрации и усталости водителя, при необходимости выдают предупреждение. Sony даже разрабатывает систему чтения по губам, которая может распознавать голосовые команды водителя в шумных ситуациях и передавать их в информационно-развлекательную систему. Vision S построен на совершенно новой специальной электрической платформе Sony. У него есть электродвигатель на каждой оси, который обеспечивает комбинированную мощность 400 кВт или 536 лошадиных сил, что, по словам фирмы, достаточно для разгона от 0 до 100 за 4,8 секунды и максимальной скорости 149 миль в час. Sony еще не подтвердила емкость аккумулятора и дальность действия платформы, но бренд обещает, что обеспечит лучшее в своем классе пространство в салоне благодаря недавно разработанной ультратонкой аккумуляторной батарее, которая занимает меньше места под полом, чем ее конкуренты. Платформа также позволит Sony расширить линейку электромобилей при относительно низких инвестиционных затратах. Платформа и кузов также будут построены в соответствии с мировыми правилами безопасности при столкновении. Vision S имеет длину 4895 мм, ширину 1900 мм и высоту 1450 мм, что означает, что он примерно такой же по размерам, как BMW 5 серии и Mercedes E-класса. Но при 3000 мм в длину он может похвастаться более длинной колесной базой. В результате в салоне должно появиться больше места, чем в BMW или Mercedes, в то время как Sony решила установить два отдельных кресла вместо заднего сидения, что сделало Vision S четырехместным. Поскольку он построен Sony, вы можете предположить, что Vision S будет оснащаться множеством внутренних технологий и окажетесь правы. На приборной панели автомобиля преобладает полноразмерная информационно-развлекательная система, цифровой приборный блок, который наряду с обычными функциями навигации и мультиметрии, позволяет пассажиру наслаждаться фильмами и видеоиграми, подключившись к домашней консоли с помощью бортовой системы 5G автомобиля. Пассажиры на задних сидениях также получат свои собственные 10-дюймовые дисплеи и пассажиры могут передавать контент между своими экранами, проводя пальцем по дисплею в форме буквы L. Более того, функциями автомобиля можно управлять даже с помощью новейшего контроллера Sony PlayStation. Вместо обычных зеркал Vision S использует множество камер. Вместо зеркала заднего вида установлен один дисплей, обращенный назад, и пара тонких экранов по краям приборной панели, которая питается парой установленных на крыльях камер. Sony заявляет, что ими проще пользоваться, чем обычными зеркалами, поскольку они ярче и не подвержены бликам от фар. Sony также разработала новую стереосистему объемного звука для Vision S, в которой используется та же технология, что и в ее высококачественных наушниках. У каждого пассажира есть собственный динамик, встроенный в подголовник сидения, который, по словам Sony, позволит им наслаждаться любимой музыкой, независимо от других пассажиров. Несмотря на то, что концепция явно подходит для серийного производства, Sony пока не объявила о каких-либо планах по выпуску Vision S. На данный момент проект направлен на разработку ряда автомобильных технологий, которые могут быть проданы ОЕМ-производителей для их собственного производства электромобилей. На этом все, расскажите в комментариях, хотелось бы вам управлять первым творением Sony в автомобилестроении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с DaciaClubMD.ru